Уже 10 лет у нас с Сашей своя рок-группа, которая называется «Азиатские креветочки». Но за 10 лет мы не написали ни одной песни. Но сегодня мы это исправим. Саш, может быть, что-то такое? Мне нужны крылья, чтобы улететь от тебя. Саш, дай бетон, давай! Мне нужны крылья, чтобы улететь от тебя. Я побегу по земле, ведь я люблю тебя. Саш, дай шум в этой дыре. Мне нужны крылья, чтобы улететь от тебя. Саша, ну и где твой задор? Что с тобой? Где старый добрый рок-н-ролл? Ну, твоя песня отстой. Мы тут уже сидим 10 лет, я уже успела проголодаться. Как отстой? Это же новый хит. Мне нужны крылья, чтобы улететь от тебя. Нужны крылья? Так давай закажем их в Ростикс. А, а еще там сейчас новинка. Это азиатская линейка по мотивам настоящих азиатских блюд. Хм, ну, нам это подходит. Ведь мы же азиатские креветочки. Давай закажем. Наконец, в Ростикс появились креветочки в хрустящей панировке. А еще здесь есть терияки рисбол, терияки байцы, азиарол с креветкой и многое другое. Тут и поджаренная тортилья, и сочные томаты, и салат cold slow в сочетании с нежными креветочками в хрустящей панировке. И главная фишечка – это листы нори с азиатским соусом. Настоящий азиатский вкус. Переходи по ссылке в описании и сам ознакомься с новыми новинками. Мне кажется, что азиатская линейка в Ростикс – это новый хит. Ммм, кстати, я придумал новую песню. Настоящий азиатский вкус. Хрустящие креветочки. Давай просто поедим. Давай, реально вкусно просто вообще. «Вопрос на доверие» – это юмористическая викторина, в которой Саша Муратова вместе с гостем проверяют комиков в искусстве убеждать. Так, всем привет, это шоу «Вопрос на доверие». Меня зовут Саша Муратова. У нас в гостях Варя Щербакова. Да! В чем суть шоу? Мы проверяем, насколько комики могут быть убедительны и врать. Комиков поприветствуем. Валера Артихов. Привет, ребята. Сережа Горох. Приветствую вас. Денис Гвоздев. Варя, объясняй, что будет происходить. Я тебе буду задавать вопрос. Ты такая зажигалочка вообще. Ой, Оля, уже слышала это сегодня. Значит, я зашел вопрос на доверие. Я вообще в самом быстром своем темпе разговариваю сегодня. Я тебе буду задавать вопрос, связанный с тобой, в который ты, по идее, должна разбираться, но в идеале не знать ответ на этот вопрос. Ребята получат по версии ответа. После ты выберешь комика, чья версия тебе кажется наиболее убедительной. Он получит балл. А ты, в случае того, если ты выбрала правильно, сможешь выбрать приз из коробки, который, по идее, стоит сзади меня. Да? Да. Во-первых, Саша, я тебя поздравляю с тем, что у тебя свое шоу появилось. Ой, спасибо большое. Супер. Это так здорово. И тебе так идет просто сидеть. Блин, и выглядишь круто, реально. Ну, вообще кайф, да? Согласитесь. Спасибо. Вот, а еще, вы не знаете, наверное, но Саша завтра день рождения. О-о-о-о. Да. Заранее не поздравляют, но я решила, раз уж мы сегодня на твоем шоу, и вчера... А завтра мы увидимся. А завтра мы увидимся. Получается, что можно было и завтра поздравить. Но я уже, я, значит... Во-первых, пакет Sky Energy. Это про меня. Sky Energy, простите. Sky Energy это для староверов. Это футбольный клуб города Хабаровска. Да. Просто, ну, был подходящий дома пакет. Почему? Потому что я подарок тебе увидела в Питере на ЖД вокзале. И решила, надо брать. Бомж. Вы не очень дружите, да? Что-то с вокзала просто. Ну, я увидела и поняла, что это Саша. Вот, Саша, я тебя поздравляю сильно с тем, что у тебя теперь есть твое шоу. Спасибо большое. И еще с наступающим ДРС твоим 18-летием. Мы похожи. Да. Похожи. Это кот. Тебе, наоборот, надо окружать дом радостью, где люди улыбаются. Ты просто не понимаешь. Он в душе очень сильно рад. Я вообще... Понял нахуй. Все. Я сейчас. Все хорошо, Саша. Что, вы готовы? Мы готовы. Мы готовы. Мы, Жаска, готовы. Вообще, самые готовы. Я готова. Так, значит, тема, связанная с Варей, в которой она, ну, разбирается точно лучше, чем мы здесь все вместе взяты. Гарри Поттер. О, мать и вашу. Как раз то, что... А можем чисто просто для тех, кто уже фанатеет от этого? Вот, агроша Белатриса. Да вы что, все? Ну, пожалуйста. Нормально. Возможно, я умею пародировать Добби, но я еще этого не знаю. Надо кинуть на стол. Это же Гарри Поттер. Классно? Да. Бля, я когда начинал, я не знал, что получится. Похоже, похоже. А Ельцина? Ельцина? Ну, не умею. А так, ну что, погнали? Первый вопрос. Варя, тебе. В России после успеха первых частей Гарри Поттера появился русский аналог Таня Гроттер, который тоже стал набирать популярность. Настолько, что об этом узнала Роулинг и подала в суд на создателя и издательство. Суд был проигран, и в отместку автор Таня Гроттер сделал следующее. Что? А ты читала, кстати, пока ребята думают? Таня Гроттер, не, слава богу. Ну, блин, это странный прикол. Ну, когда ты уже читал оригинал, как-то странно копию читала. А кто читал? Я. Таня Гроттер? Да. Ну, ты извращение. А там тоже была девочка, у нее шрам. А, нет, у нее была родинка на носу. Реально? Да, хотите, я вам расскажу. Таня Гроттер вообще, кстати, прикольно. Там первая часть похожа на Гарри Поттера, а потом вообще там своя история начинается. И достаточно прикольно. Просто спайс уже какой-то. Просто родила, а саму шумашку. А мне недавно друг скинул, блин, вот это так было, как в «Поригаторе». Я говорю, в каком «Поригаторе»? И он мне скидывает реально обложку книги «Поригатор» там и «Каменный философ». Да, у меня... «Поригатор» это... Это для зубов. Это уже порно какой-то. Нет, да. «Каменный философ». Я просто хочу сказать, я читал всю Таню Гроттер, «Поригатор», «Денис Коттик», «Ларин Петр». Ты вот скажешь, ну не читал Гарри Поттера, блин. Ты что, блин, вообще? Да я в детстве что-то вылетал. Таня Гроттер хуйня, я прочитал вообще. А Таня что-то спиздила, и Ларина Петр, да. Прикиньте, Таня Гроттер, они хотя бы пол поменяли что-то. «Поригатор» человек просто, ну, буквы переставили. «Ошуительное хоу» тоже я придумал. «Поригатор» это вообще не прикол. Я думала, что у него... «Поригатор» у него главная особенность дислексия. Так, раз Сережа читал, ты начинаешь первое отвечать. Да, я могу начать, конечно. Во-первых, Таня Гроттер написала такой автор, как Дмитрий Емец. Знаете, такого писателя? Да. Вот, он же в целом, ну, человек такой с приколом. У него, например, еще есть серия книг «Тайный сыск царя Гороха», я тоже читал. Там вообще уморительно. Тайный сыск. Там, значит, участковый попал в прошлое, когда жил в «Царе Гороха». Он был участковым царя Гороха. Там Кощей был, это вообще смешно, но там вообще смешно было. В Дмитрий Емец, это человек с юмором. И как он отомстил, значит, нашей прекрасной писательнице из Англии. Джон Роулинг. Да. Он в одну из последних частей Тани Гроттер поместил персонажей из Англии, который учился в магической школе на факультете «Даундуй». Ну, типа, аскорбил комедийно так. Вот, вот такой есть персонаж. Там вообще персонажи вообще прикольные. Там есть Рита шитокрытая, знаю. Она летает на часах с кукушкой. Прикиньте, если Серега всю память сейчас в голове этим именами забил, и потом на слабе, как дядю зовут, блин, Долика. Да, Игорь, не переживай, нормально. Так, Валер, ты готов со своей версией? Спасибо большое за твою версию, Сережа. Да, моя версия... По первым, особенно, у мальчиков. Моя версия в начале даже перекликает с Серегиной. То есть, действительно, она создала... Он, точнее, создал в мире Тани Гроттер персонажа мужского. Назвала его Гури Пупер. Назвал, да, она... Он-то мужчина. Назвал автор Гури Пупер. Гури Пупер? Гури Пупер. Гури Пупер. То есть, смотри, там же опять хронология. Джан Роллинг уже обиделась, подала в суд. То есть, после этого он продолжает писать книги Дмитрия Емеца. Вот он создает персонажа внутри вселенной Гури Пупер. И с этим персонажем не хотят общаться все девочки. То есть, он такой, типа, изгой. И даже все время говорят, что у него в комнате, типа, постоянно воняло. То есть, ну, типа, в отместку он суд, как бы, в игру, как я понимаю, или, там, типа, не смогли судиться. И он такой, ну, тогда я тебя сейчас наваляю. Получай. Гури Пупер. Гури Пупер не так уж и обидно, да, когда он... Гури Пупер. Вонючка, типа, сделала. Говорят, мы Гури Пупер. Как воняет нас всегда. Ну, я не могу поверить, что Гарри Поттер вонял. Да нет, вряд ли он пах. Скорее всего, нет. Так, Денис, у тебя есть что сказать? Конечно, есть. Конечно. Ну, я рассчитываю на тебя, если честно. Короче, автор всеми нами известный. Дмитрий. Дмитрий. Емец. Емец. Я мало немецкого любил. Да, короче, он очень хорошо знал английский, на самом деле. И он как-то успевал, где-то находил источники, чтобы читать раньше Гарри Поттера, чем он выходил в русский перевод. И, по сути, он в эту Таню Гроттер, да, вот... Татьяна, да. Татьяна. Татьяна Игоряна Гроттер. Да, он туда просто спойлеры совал с Гарри Поттера. Вот такой вот козел. Какие интересные... И поэтому вот она... И вот Таня Гроттер Добби умрет. И вот она уходит и... Белатриса смеется. Она убила Сириуса. Не, знаешь, очень топорно. Типа Таня встречает. О, привет, Гури Пупер. Какой ты живой, в отличие от Дамблдора. В шестой части. Кстати, ты знаешь, его убил Северус Нейб, ничего себе. Вот это тащит мой. Таня Гроттера полетела дальше на контрабасе. Он маму послушал. Учи английский. Ты на меня до сих пор обижаешься, Джан Роллинг? После стольких лет? Всегда. Что ж, Дэн, вопрос. Да, ну вы сильно много знаете. В этой версии довольно-таки пиздежный вопрос у меня. Так. Как он получал нахуй рукописи? А на что их... Как? Господи, да, конечно, как Энхэтуи в фильме «Дьявол носит Прада». Но это Энхэтуи. Это факт. Такие вещи знать надо. Ты менял Энхэтуи? Я видел Энхэтуи. Я уверен, что Дмитрий Емец выглядит не как Энхэтуи. Там еще не так, что в Англии вышло и в параллель в России сразу же на русском. Ну, нет. Паранты? Нет. Нет, сначала вышло, а потом Россия позже переводит. Нет, одновременно там же отдавали сразу. Мне кажется, одновременно. Когда седьмая часть выходила, помните, люди сидели в Лондоне в очереди. Ты что вообще хочешь, Валер? Нет, это же не Айфон. Вот так по жизни давай. Даже это, Валер, даже Айфон волнами выходит. Да нет, но Айфон другое, подожди. Сейчас даже вон, помните, условно. Мне нравятся аргументы людей, это другое. Во-первых, тебе повезло, что я читал всю Таню Гроттер, и там нет ни одного спойлера к Гарри Поттеру. Ни одного вообще. Ну, я верю, на самом деле. А, то есть мы сейчас Дениса закапываем? Да, продолжаем. Во-первых, коробка, за что вы боретесь? Я не думаю, что есть человек... Это микроволновка, посмотри. Вряд ли есть человек, который читал Таню Гроттера раньше Гарри Поттера. Типа, сейчас подождем, что там. А откуда ты знаешь, что там нет ни одного спойлера Гарри Поттера, если ты не читал ни одной книги Гарри Поттера? Нет, я читал Гарри Поттера, они уже прикалываются. А для Сережи Гарри Поттера это уже вторая после... Я вообще сын этого анатноида. Я Гарри Поттера читал. Полисы хорошо. Уже можно делать выбор? Ты уже готова? Да. Но только подумай. Ну, давай вкратце. Ты сейчас скажешь, что ты думаешь, я тебе еще переубежу. Давайте просто тезисно для всех повторим версию. Так, Валера с водой во рту. Денис, версию свою тезисно повтори просто. Моя версия такова. Пиздер! Ах ты ничего себе делаешь. Делаешь шоу, господи. Просто что он творит? Фонтанирует идеи. Он и дорог, реально. С конца будем сосаться, выбирать из кем. Короче, Милец прочитывал раньше книгу Гарри Поттера. И спойлерил своей Танью Гроттера. Дэн, хочешь я заспойлерю? Ты точно не выиграешь в этом, правда. Мне нравится, что Дэн даже не борется. Дэн, если реально тебе надо быть чуть более активным. Нет, я просто, понимаете, я выгляжу как человек, который досконально должен знать Гарри Поттера, но абсолютно нет. Как будто даже чуть больше, чем все, кто его читал. Да, я не ожидал. Шрам! Ну, должен. Горит, да? Давай. Вот змеиный. Откуда-то знание появилось. Ну, это просто Дональд Даг. Перепутали персонажа. Сережа, у меня отец минералку. Отец минералку утром просит. Сережа, вкратце свою версию. У меня версия такова, что он в отместку создал персонажа, который из Англии, из факультета Даундуй. Даундуй. А в Тане Гроттер был такой факультет? Или он приехал с факультета? Нет, а у них там, они живут на острове, у них там школа волшебства, там, по-моему, вообще нет факультета. Я бы не выбирал эту версию, потому что это оскорбительно. Осуждаю. Моя версия такая же, что сделал персонажа, он сделал во вселенной Тане Гроттер Гури Пупер, только он не с Даундуя, а очень был нехороший мальчик, с которым не хотели общаться девочки, и у него всегда воняло. Я могу сделать беспрецедентный случай. Ну-ка, сделай беспрецедентный. Если Варя очень сильно хочет получить подарок и наладит со мной доверительные отношения, я ей могу сказать, какая версия правильная. И, походу, это не его, если он-то не топит. А какая версия правильная? Ну, ты хочешь подарок получить? Я очень хочу подарок получить. Валера правильная версия. Я так понял тоже, если честно. Ты думаешь? Смотри, он сейчас тебя затравливает, типа, вот, это окажется правильное. Я вот тоже думаю, что окажется это правильное, но он сейчас создает для тебя иллюзию, что он на твоей стороне. И что с ней можно иметь дело. Это коварные мужчины. Это белорусская манипуляция знаменитая. Я знаю. Как будто дойдем до того, что во всем мать виновата. Мы сейчас дойдем, расширим список участников в этой гонке. Это реальный факт, что книги в России выходили с задержкой. Я тебе говорил. Но если ты доверяешь... Я просто не активен, потому что мне нет смысла доказывать это так. Ну, потому что... Пя-пя-пя, я знаю Гарри Поттера всего. Нет, я просто знаю... А это на секундочку. Бля, сейчас очень странно, но буду защищать... Ты сказал, что Валера логична. Там был действительно персонаж Гури Пупера, он очень круто играл. У них там есть разновидность квиддича, только они там драконы. Там нужно впасть в дракону, шар забросить. Так, Варя, давай выбирать, значит, Денис. Мы его отметаем. Окей. Сережа почему-то за Валеру. Я выбираю версию Валеры Артюхова. Так, Валера получает один балл. А получает ли какой-то приз из коробки Варя? Мы узнаем сейчас. Читаю правильный ответ. В одной из последних частей он поместил персонажа из Англии, который учился в волшебной школе, где был факультет Даундуй. Да сука! Серьезно? А ты знал ответ? Я вообще сейчас в шоке. То есть ты изучал, а твоя была правильная? Я реально знал, что там есть Гури Пупер. Я сейчас сам офигел. Ты что, не читал? Ты сказал, что ты читал. Ты казал, что ты шаришь в этой теме. Ты сказал, что наладишь доверительное отношение. Я мало того, что не заработал балл, так я еще все его слова теперь. А вы оценили, что еще загорелось зелененьким? Ну, возможно, знаете, в чем дело? Может быть, он был. Не, ну знаешь, там причина средств остальных другая. То есть персонаж, видимо, был, но тут же вопрос, чем он там. Это факт. Персонаж был, но от него не воняло, и девочки с ним общались. А про Даунду и ты не слышал. Я сейчас... В одной из последних я, возможно, даже уже так далеко не зашел. А ты сядь, почитай. Узрослел. Подготовься, Варя же сейчас. Может, их вообще, оказывается, до сих пор они выходят. Сейчас я там занимался. Капец-то доверительное отношение настроено. Я просто в шоке. Я хочу уйти. Вот так и доверяй мужчинам. Варя, мы все исправим. Продолжаем Гарри Поттера. Продолжаем. Вопрос. Всемирно известная писательница Джона Роулинг, подарившая нам серию книг про Гарри Поттера, нередко оказывается в центре различных скандалов. Один из них связан с ударом по экологии. В чем суть скандала? О, про это я не слышала. Прикинь, она даже сколько всего намутить успела. Бедная. Интересная. А ты читала ее другие книги, кроме Гарри Поттера? Нет, но я знаю, что у нее есть другие книги. Вы знали, что она пишет? Детективы под мужским дегонем. У меня, по-моему, из Википедии прям вырезка. Прямо так и написано. Да, да. У меня вообще реалистичная версия. Как же Денис вообще не получается у него. У меня, по-моему, прямо из Википедии. Вырезка прямо из Википедии. Варя, ну сейчас, мне кажется, горох точно будет обидеть. Рассказывай. Смотри, как он уверенно сидит, Сережа, вообще просто... А человек НЛП прохавал от и до. Короче. Расслабленная поза, открытые руки. Открытые ноги. Ну, вот. Удар по экологии. Меня чуть-чуть сбила машина. Смогу? Я тоже начать. Пока не поздно, и усмеваем. Начнем с человека, которого чуть-чуть сбила машина. Денис Боздев. Давайте, Мойден. Что ж, я не виню того водителя. И версия. После выхода фантастические твари, в которых была куча утконосов. Помните такие? Да. Это бешеный нюхль. Да, они любили золотишко. Бешеный нюхль. Бешеный нюхль. Это вот девчонки. Это когда-нибудь ровесники. Это я когда сестра бешеные нюхали. Бешеный нюхал. Короче, утконосы были там, и они были популярными такими существами в этой саге, получается. И, соответственно, люди начали в Австралии, где водятся, соответственно, утконосы, влавливать утконосов и продавать их, как домашних животных. Это же даже не утконос. Это несуществующее даже. Он даже не выглядит, ну, чуть-чуть похож. Ну, похож же. Ну, похож же. Похож. Людям много чего делают, что просто похожи. Похож, похож. Вот. Морюша. У человека вырезка из википедии. Холера, твоя версия. Не, моя вообще, я даже тебе объясню, какая. Смотри, у меня так написано, что... Ничего себе прямо объяснишь. Экологическая катастрофа какая была? Не катастрофа, а экологическая проблема. Загрязнение водоемов. Приезжали туристы, и в некий водоем, так описано, оставляли некий предмет безделушки в дань уважения одному из персонажей. Я объясняю, что это. Помнишь, когда... Это фарс. Он сразу говорит, в некий водоем некие предметы. Ноль подробностей. Я объясняю, подожди, что это? Помнишь сцену с Добби? Он же там, типа, кто не смотрел, ну, извините, уже прошло 15 лет. Я знаю этот факт. Он, типа, умер, и люди реально приносили к этому водоему носки, и всякие штуки разные в знак уважения к Добби. Только не водоем, а камень. Его же похоронили на холме. Нет, там же, помнишь, типа, был его похоронен на холме, где он шел по пляжу. Помнишь, он там, его же умирал, когда шел по пляжу. Там вода была. Даже фактов не знаю, что они когда трансгрессировали, белатриса успела кинуть пинжалы. И они на берегу. На берегу. Где его похоронили, а где он умерал. Они когда трансгрессировали. Где снимали фильм, где снимали эту сцену на этом Боби-Еже, люди приходили и туда, типа, туда водили экскурсии, они там оставляли вещи и загрязнили водоем. Как у нас, просто в Анапе без всего, без Добби, поняла? И дельфины вот так с носками на носу плавали. А в Анапе люди в отпуск приезжают и говорят, Добби свободен. Да-да. В Анапе такие, не буду снимать носки, просто. На сланцу. Валера все неправильно. Так, Валера готов. Сережа, какая твоя версия? Во-первых, он даже перепутал озеро. Там вообще, я знаю, то, что люди приходят на озеро. Я сказал, что водоем. Водоем, это про другой. Помнишь, там, где он нашел меч Гриффиндора? Когда он за патроновцем пошел? Это вообще про это. Там сказано, подожди, в знак уважения к одному из персонажей. Там он умер, как раз, в знак уважения написано. В дань, в память. Короче, это фейк. Это вообще про другое озеро, был у меня настоящая версия. Экологическая катастрофа. Ты меня уже один раз обманул. Наоборот, он же сказал, что у Валера правильно ответил. Да. А в итоге-то его версия правильная была. Ты меня уже один раз обманул. Тебе вообще утконосов не жалко? А почему мы вообще не рассматриваем мою ситуацию? Денис, дело не в них, дело в тебе. Так, Сережа, давай. Во-первых, катастрофа достаточно маленького масштаба, потому что если бы была она очень масштабная, то мы бы об этом всем узнали. Поэтому сразу говорю, что там немного пострадала природа. Он насрал просто. Значит, один из мошенников представился человеком, который якобы работал реквизитором в фильмах Гарри Поттера. И он начал продавать метлы, которые сам делал, якобы, которые снимались в этом фильме. Вот и для того, чтобы делать эти метлы, он вырубал лес, который был рядом с ним, ясен. У Варя есть метла дома Гарри Поттера. Да, мне подойдет. У меня, например, тоже. У меня есть палочка Гарри Поттера. Вот я в магазине купил. На самом деле из одного дерева можно кучу сделать метел. Там на самом деле много. Прикинь, сколько желающих людей купить метлу, думая, что эта метла была фини. Сколько людей, желающих помянуть Добби? Конфеты вот эти вот как на могилку, две вот эти яичка. Привет, привет. С водочкой пришли с мужиками. Далим, вспомнили. Мы Добби че помянем. А как думаете, у кого-то есть такой повод выпить уже? За Добби. Чего-то сегодня праздников никаких. Добби че помянем. Это вообще как будто странная какая-то. Добби. Ты приходишь к озеру, бросаешь туда носок. Короче, я реально знаю факт. Я читала про... Но я читала про то, что люди именно приходили на место, которое было показано в фильме, и туда носки до сих пор ходят и кладут носки. Так и есть. Там так сказано, часть, ну, водоем. Но, понимаешь, ты говоришь про водоемы. Так нет. А Варина изусть знает. Да нет, подожди. Давайте сейчас каждый по три слова скажет, которые должны убедить Варю. Три слова. Утконосцы тоже важны. Жизни утконосцев важны. Да. Да, да, да. Вырубка лесов ужасна. Носки в море не кидать, да? Черт-то. Вечная память Добби. Ах ты, Судя. Я выбираю Валеру. Ты выбрала? Да нет, но это... Валера? Да. Фиксируемся. Я не знаю, но я бы сам такую выбрал, честно. Мы не знаем, мы не берем. Утконосцы. Хоть бы это правильно. Я знаю правильный ответ тоже, на самом деле. Да, сука, ты просто раздавь заговорил. Мне кажется, бы факт даже я бы видеть. Так, а вы что думаете? Правда, там реально есть гури-пупер. Утконосцы? Утконосцы, конечно. Похлопайте, Денису. Конечно. Меня вот реально, понимаешь, вот то, что я знаю этот факт про вот эти носки. Даже я, мне кажется, еще так увидел. То есть, не знаю, куда, но очередь лично, может, тут... Да я не брала эти ее мужские трусы. Я знаю этот факт про эти носки. Экологическая катастрофа. Да, да, и людей просили, ну, блядь, прям, чтобы экологическая катастрофа, я не помню, чтобы такое было словосочетание. Но людей просили больше этого не делать. Она прям просила, она обращалась, люди, не делайте так больше. Угу. Валера зафиксировала, больше не брыкается, читаем ответ. Фанаты Гарри Поттера загрязнили один из водоемов, где проходили съемки финальных частей фильма. Фанаты оставляли там различные предметы и безделушки в качестве дани уважения одному из персонажей фильма. Персонажа Добби, правильно? Хорош, Варь, видишь? Мне прикольно в эту игру играть, потому что я не знаю ничего о Гарри Поттера, и я реально верю в эти... То, что написано, я прям... Не, ну это весь около Гарри Поттера, то есть этого можно не знать. Так, Валера получает один балл, а Варя может выбрать... Я тебе должна сказать? Вот есть тут три коробочки и тут три коробочки. Выбери какую-нибудь коробочку. Я выбираю вот эту вот коробочку с нижней полочкой. Ой, надеюсь, там сухарики с хреном. Что-то из одежды. Это что-то с ранетками. Что-то с ранетками. А, ты же Варя еще увлекает с ранетками. Да. Яблоки знаете, как люблю? До сих пор. Да. Но мы можем... Ты сейчас посмотришь. Это шоппер с ранетками. Как здорово. С верой, слава богу, не с нютой, блин. Следующая тема. За нее в случае, если комика выбирает Варя, он получает два балла. Ты сейчас зря пахал. Да. Мы знали, что ты любишь тему реалити-шоу, поэтому выбрали именно эту тему. Так. Ты меня многому научила, пока мы с тобой вместе жили. Мы, кстати, с Варей вместе жили. Я столько реалити-шоу посмотрела вместе с Варей. А я, Саша, включила Титаник, она не смотрела. Да, я сижу. Хорошая реалити-шоу. Я сижу, рыдаю, и Саша. Ты че это, Варь? Я, кстати, не смотрел Титаник тоже. О, ты че, блин. Посмотри. Ну, на самом деле, я тоже кусками. Спойлер. Там в конце будет мальчик из Англии, из факультета «Раундуй». Так, понял. Так, готова к вопросу. Да. Ванила Айс. Рэпер ранних девяностых. Известный хитом «Айс, Айс, Бэйби». Айс, Айс, Бэйби. Такой, такой, знаю. Став терять популярность, он согласился сняться в реалити-шоу в роли самого себя. Что это было за шоу? Вау. В роли самого себя? А ты знаешь, что такое? Песню знаешь, что такое? Айс, Айс, Бэйби. Да, я буду любить тебя, даже когда я буду на ней. Автор Таник Гротер тоже на русский перевел. Это гуф. Он умер, побольше уважения. Так, Сереж, в рэпишаришь опять же. Там песни центра, там есть спойлер. Да, воскрес уже. Так, Сереж, ты рэпишаришь, гуф воскреси воистину. Варвара. Да смейся. Реально задели близко. Малышка, не надо. Ты ловишься, блядь. Не закрывай рот. Вы смеетесь над лжесмертью. Он в доме реально умер. А что, у вас не было таких знакомых, которые свою смерть инсценировали? Ничего себе, это стабильная пятница. Расскажи нам, Варь. Я один раз так делал. Реально? Да. Мы когда с сестрой остались вдвоем дома, родители уехали первый раз. Короче, мы первый раз остались вдвоем дома. И нам что-то казалось, что кто-то там шарахается по лечной площадке. Мы боялись, что грабители какие-то и бандиты. Но мы малые были. И мы, типа, придумали такой план, что мы прикинемся мертвыми, и они нас уже не будут убивать. То есть, если они зайдут, увидят, что мы уже мертвы, они такие, все, дело сделано. И уйдут. И все. И мы, типа, легли, что-то там, кетчуп какой-то разлили, вот так вот лежали. Как случается, если нас придут убивать? Это же шкема опосмута. Это у детей инфаркт, и мы прям хотим. Чтобы они пришли таки вдвоем, их уже до нас убили. Тогда и воровать не будем. А прикиньте, просто грабители заходят в квартиру, а там мертвые дети. Они такие, ну ебать, вечерок удалось. Надо полицию вызывать. Так, ну что, Сережа, готов? Сережа, тот самый, вот и рэпер этот известный, начал терять свою популярность, потому что новых хитов уже нет, нужно что-то делать. Значит, придумали с ним реалити-шоу, очень простейшая идея вообще, максимально. Но отсутствие идеи, это тоже идея. Вот, он начал ездить по Америке и пробовать ванильное мороженое. То есть, у него было шоу такое, что он ездил по Америке, пробовал разное ванильное мороженое и, типа, составлял рейтинг ванильного мороженого. Типа он ванилл айс. Да, ванилл айс. Типа они оттолкнулись от имени. То есть, я не знаю, какой бы мог быть пример в России, вот, какие у нас есть рэперы. Тимотей ездил, пробовал шампунь. Да, да, да. Тимотей. Котов, Тимофеев. Закрылись, но второго сезона не было, потому что он... Простудился. Попробовал. Не, вангинопло. Не, они хотели сделать это шоу международным, потому что в Америке уже он как будто бы перепробовал все мороженое, но создатели этого шоу не дали, видимо, бюджет кого-то, и все, оно закрылось из-за того, что все мороженое было попробовано, в принципе. Так как это попробовано все мороженое, вы просто в холодильник в магните зайдите, посмотрите, как его там... Не, ванильное, ванильное именно. Именно все. Но он же ванилл айс. Именно ванильное. Так, Денис, ты готов? Да, конечно. Отвечет. Он ходил в двух, слава богу, что у меня это прозвище не Дик Айс, чтобы ездить в члены. Ванилла Дик. Да, ванилла Дик. Денис, давай. Короче, вот он стал терять популярность. И в 2013 году ему предлагают шоу «Ванилла Айс Гоус Амиш». Амиши знаете, кто такие? Я знаю. Мне кажется, совсем мало кто знает. Вот, Амиши — это чуваки, которые полностью отрицают прогресс свой. Это такое объединение людей в Америке. Как у нас бабушки только у них. Ага, только у них люди просто. Я, кстати, вот это вот эти обряды. Я вот про это не знал, потому что телефонным телевизором вообще не пользуюсь. И шоу не снимали, а нарисовали. Вот. И, короче, он снимает шоу, реалити-шоу, где он поселяется в эту общину Амишей. Вот. Как раз таки потому, что он теряет популярность из-за того, что не прогрессирует. Вот его так подъебывали, короче. Да ты вообще все, ты уже старый. И он делает это реалити-шоу, вместе с ним делает. Типа он сам себя подкалывает, что он тоже не прогрессирует. И шоу-то открывается с его песни Ice Baby, собственно говоря. Типа вообще на банджо играет, типа вот Амишевская. Вопрос. А как они шоу сняли, если там все не прогрессивно? Не, ну как шоу сняли? Им за деньги, да, конечно, понимаете. Ну, к Амишам пришли такие, мы вам... Они очень сильно летят по стройке. Они очень обожают строить. Им там накупили материалы. Лего. Ну, да. Чипатели там, да, вот это. Sims просто. Короче, организовали им условия, при которых они живут хорошо. Их можно как бы снять. Ну, там тоже были условия, там у них жесткие какие-то требования, там к анонимности и прочее. Валер, а ты свою версию скажешь? Короче говоря, он стал терять популярность. И просто с ним решили сделать шоу. Там еще у него в клипе, я не знаю, смотрел клип, не помнишь? Не помню. Ну, там типа он там скачет на фоне стены, там классическая вся машина прыгает, знаешь, вот это вот. Короче, с ним решили сделать шоу. Называется Ice My Ride. Он приезжает, типа, ну, как бы, ну, понятно, да? Каламбур. И типа, сделай мою тачку круче. И то, что еще, знаете, колл-пул крутой. Типа тачка на прокачку. Да. Суть вообще такая же была. То есть он забирал машину в гараж, ездил ее рестайл, и программу закрыли через несколько выпусков, потому что как раз в этот момент на MTV выходит тачка на прокачку экзибитом, и там все просто сильно пиже. Вот это ему не повезло. Мне очень понравилась идея. И я думаю, что если даже такого шоу не было, и версия окажется неправильной, но надо обязательно такое снять. Я выбираю версию Дениса. Дениса? Это прикольно. В чем прокачать популярность? А? Как это поможет прокачать популярность? Это просто прикольно. Ну, прикинь, ты бьянку, ну, ладно, бьянку, ну, там. Ну, ты бьянку поселяешь в Дерибас. Так, мы зафиксировались просто сейчас уже... Ванилла Айс Голлс. Вне зачета. Как вы думаете? Я думаю, мороженое. Мороженое? Валю. Самое тупое, что я вообще не верил. Ну, вот я не знаю, возможно, Дэна, кстати, версии правильные. Что-то потому что какой-то... Я знаете, почему так подумала? Не, ну, такое смотреть хотя бы интересно. Знаешь, ультрабределительное, которое невозможно придумать, да, как будто? Интересно, да. Вот как будто бы... Что пацаны сидели, кто придумал. Да, да. Амиши возьмут. Ну, слушай, но он не дурак, ванилла Айс. Он не кринжовый чувачок был на свое время. Вы общались? И он бы в ванилла Айс, типа, я лежу мороженое ванильное, ну, что это за хуйня? Брат, за деньги. А это было что-то странное. Он был в какой-то момент, ну, не наставать. Не заставарился, да. Знаешь, что перелезать в мороженое, это как перелезать в заборы, типа, это просто вот тупость какая-то. Поэтому такое тоже могло быть. Не, не. Ну, это... Ну, это надо быть Щербаковым. Так, что, зафиксировались? Да. Нет, два балла. Дэна получает два балла. Хорош. Вот это, конечно, тема рэпа, возможно, сейчас тебя выручит. Возможно, уже выручила. Получает ли подарок Варя или нет? Узнаем. Правильный ответ. В 2013 году вышло шоу «Ванила Айс Гоус Эмиш». Еее! Все строится вокруг Айса, поселившегося в общине Амишей, чтобы изучить их искусство изготовления мебели. Амиша – это община, которая отрицает технологический процесс. Шоу открывается мелодией «Айс Айс Бэйби», сыгранной на банджо. Камена! Вы оценили, как я сверху накидал туда в прогресс? Круто! Ты ничего от себя почти не придумал. Просто прикиньте, шоу начинается... Не сходи с ума на банджо, не жалей ни о чем... Потом Тимати хочет что-то делать, серфить. Не, ну на самом деле это действительно прикольная идея. Да, идея сварь. Варя должна выбрать подарок. Да, я выбираю. Давай. Ну, я выбираю... Может, посередине коробка? А что там? Там другой напульсник с ранетками. Да. Я выбираю верхнюю коробочку. Хорошо. Их тоже верхняя коробочка. Может, ума... Почти ума наизер. Он бы сюда активно вошел. Серьезно? Вай! Это же кружка женским форумом! Ух ты! Что все мы здесь? Ух ты! Читаю вопрос. В 2005 году вышло реалити-шоу, в котором одна девушка противостояла нескольким мужчинам. На кону стояла сумма в 100 тысяч долларов. В чем заключалась суть шоу? Ты готов, Фалер? Да, в принципе, могу. Давай. Значит, эта девушка была Элизабет Херли, чемпиона США по скоростному поеданию хот-догов. Суть шоу заключалась в том, что она чемпион, то есть она в этом профик. И пять мужчин пытались на скорость съесть больше хот-догов, чем она. И в третьем выпуске шоу она проиграла. То есть она очень быстро их ела. Проиграла, я понимаю, потому что снимали тоже несколько выпусков одновременно. И, как я понимаю, что она-то наедалась, продолжалась она быстрая, но в ней хот-доги заполняют все. Вот так. Загрузка хот-догами идет. Она просто как это хотела? По горлу, знаешь, когда уже один торчит немножко. Как в Ероласе Секлера один? Да, да. Вау-вау! 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 И в итоге в третьем выпуске там выиграл мужчина 100 тысяч долларов. Ого! Прикол! И сытый ушел опять же, да? Прикол, реально как в мультике просто. Теперь, когда мы знаем, что Ванилл Айс жил самишами, вообще абсолютно рио в это возможно. В это верится, в это верится. У нас девочка была в универе, на платном училась, сейчас поймете почему. Она, ну там сразу, и она в какой-то момент говорит, я села на диету, но не просто диету, у меня сосисочная диета. Она, короче, ест сосиски, я говорю, ну они же, их нельзя, ты же все равно поправляешься. И она считает, и считала сейчас, надеюсь, уже нет, что ты вот ее ешь, она говорит, ну ты же ее ешь, она вот так встает, вот так встает, и тоненько много места не занимает. И потом выходит так же. Типа, знаешь, фокус? Я видел, что рвот, он большой, правильно? Круто думаешь, что она внутри труба, просто. Дальше идем? Денис, ты готов? Я готов. Тема реалити-шоу двигать дальше. Шоу называется «Кто твой папочка?», соответственно, в Америке «Узь ее дэри», да? Узь ее дэри. Так, суть шоу заключалась в том, что девушка реально должна была из восьми мужчин угадать, кто ее настоящий биологический отец. То есть это девушка, которая росла без отца. Я могла в таком снимать. Сделайте такое шоу, пожалуйста. Она росла, это выбирают девушек, которые росли без отца, вот, но они отыскивали отцов. Ну, то есть это шоу было одновременно. И прикол, типа, почувствует ли она, кто ее биологический отец? Смотрим. Вот такое шоу. И потом оно еще и было соединяющее, типа, то есть, ну, я твой отец, а я твоя дочь. Как будто в битве сэрсенсов могло быть такое испытание. Или пусть говорят, что такое соблюдение было. Ну, вот тут что, 100 тысяч долларов, если она угадывает, она забирает. А, то есть на отца похуй все равно. Да. Да, поебать, на 100 тысяч давайте. Ну, я думаю, они пополам бы могли поделить, если бы они померились там и прочее. Ну, тоже верно. Ну, а как ты себе представляешь, Варя, ту передачу? Вот просто, типа, что там происходит, просто непонятно. Ну, как, а может они общаются, может, есть несколько этапов. Сначала она на них смотрит, отбирает сколько-то человек, там двое отсекаются, например. Ну, какая была в детстве? Ну, такая. Ну, да. Ну, да, общаются потом. Между этим интервью, вот какие-то там. Как ты, ты в тот момент что подумала? Да. Да, я подумала, что это именно он. И в конце финал остается там трое или двое, и они идут куда-то общаться с матерью. Общаться с матерью. А что там за мать такая, чтобы они узнавали отца? Этого не написано, я уверен, так и круто было бы. Да, по-моему, со всеми, я по-моему, со всеми была. Ну, или просто общаться идут. Чаю попить с отцом. Это очень важно в наше время. Да. Просто попить чаю с отцом. Ну, вы знаете, что важнее? Это мое новое шоу будет. Сереж, я вам сейчас расскажу, что такое трэш, что такое хаос. Йоу. В моей версии. Значит, все сто пудово смотрели японские шоу какие-то сумасшедшие. Конечно. Где там дичь происходит невероятная. И вот, значит, это была адаптация японского шоу. Вот. Суть была в чем. В оригинале в Японии было такое, что люди, в общем, как в клипе там Продиджи, они просто начинали бежать, и на них бежала огромная толпа сумо. Вот. И тот, кто добежал первый, продрался через эту толпу сумо, тот выигрывает 100 тысяч долларов. Вот такой в Японии был. А кто нет, умирает? Что? Не, ну а там они не убивали. Потом устают из складки живота и хоронят. Типа к финишу пришел не первый. Тунец, говорят, кто отец твой, на самом деле. И в конце еще хот-доги дают. А в американской версии они просто изменили сумо на американских футболистов. Но это еще жестче. Да, они еще вомнились. Все, и там, получается, девушка соревновалась против парней. Вот. И кто, если бы она добежала первой, то она бы забрала деньги. А если ее переломало... Смотри, смотри. Одна девушка противостояла нескольким мужчинам. То есть всю дорогу она одна из... Ну, посмотрим, сможет ли она в восемь огромных форм футбольных чуваков устоять. Вот так? Нет. Это очень жестко. Они тоже как конкурсанты. То есть, допустим, я, ты, Дэн, и еще вот, допустим, Варя. Вот мы таким составим участие. И все, и мы начинаем бежать. На нас бежит толпа американских футболистов. И если Варя придет первая к финишу, она заработает все-таки. Ну, вот встань, разбегись, Саша. Разбегись, Саша. Почему тогда? Это звучит очень жестко. Вообще. Там девушки меняются, но я думаю, что сложно. Тебе надо придумать, придумать способ, да. Просто перемолол ее, как она пробежала. Я смотрела фильм про американский футбол. Мы же понимаем, что там девушки могут быть спортсменками. Да, но на тебя бежит толпа здоровых мужиков в амуниции. Ну, и она там, и она начинает там, потому что девчонки ловки. Ага. Типа не кошки, да. И она там начинает стрейфиться там, да. Или очень сильно сломала ключицу. Вот этот русский ниндзя, я смотрел, там девчонки тоже участвуют. Ну, там ничего не бежит. Но это не стоит 100 тысяч долларов. Последствия. Ну, вы в метро утром когда-нибудь были? Да. По сути, то же самое, только без форума американская. Ну, вот там не бежит. Ты идешь, у тебя просто поток людей тебя сносит. Ну, просто в подмышку всюду. А ты потом как неу. И едешь. В конце 100 тысяч долларов не дают. Могли снять в метро просто. Да, еще пизды могут в конце дать. Дверью. Сичина, куда мне? Ну, не напугай, ты сказал. Ну, ты знаешь, бабка, это судья. Я выбираю между Денисом и Валерой. Так, Сережа. Валерой нет смысла в этом шоу. Слушай, как нет. Что он тут делает? Всегда люди смотрят за тем, что не могут сделать сами. Это реалии. Мы говорим о реалити-шоу. В чем реалити? Да. В реалити-хот-догах. Ты уже меня отмела. Я думаю, в чем прикол шоу? Просто смотреть, как человек ест в хот-доге. Я выбираю Дениса. Подожди. А так просто? А почему? Он тебе уже неправильно подсказал. Почему он вдруг стал третейским судьей? Что он выбирает? На это кресло доберешься, будешь умирать, блядь. Ладно. Нет, я выбираю Дениса. Опять же, вот уже второй раз. Если это неправда, это шоу его не существовало, его надо просто снять. Да, да. Прикол. Убраться. Реально. Ну, или хотя бы сделать такое испытание в битве экстрасенсов. Это вообще интересно смотреть. Будьте добры и покажите нам правильный ответ. Давайте. Правильный ответ. Шоу называлось «Кто твой папочка?» Еее. Варя все унесет. В конце заберешь подарок даже, Саша. Я дочитываю. Суть шоу в том, что девушка должна была угадать из восьми мужчин, кто ее настоящий биологический отец. Каждый из них, в свою очередь, должен был убедить, что именно он является отцом. Если она угадывала правильно, то сумму делили пополам. Если нет, то все сто тысяч получала так называемый самозванец, охереть. Я вот это, короче, не прочитал, потому что это могло сбить. Я вскользь это просто упомянул, между словом, потому что я понимал, что это надо сказать, но просто вскользь. А, ты такой, ты прям за призом пришел, да? Конечно. Я вам говорю, мне надо. Я-то вообще с вами еще буду придумать реалистичнее. Я вообще пока в шоке. Мне ноль баллов, и первая жизнь могла пригодиться, что я читал Таню Гроттер, блядь. Даже это мне не помогло. Подарок, ну, блядь. Какой подарок? Вы вынесли, да? Я выиграла, подарок мой где? А, вот она, Сата. Спасибо. Я забыла даже сама. И в карман, блядь. Вот только не заметили. Что-то с полной чудес. Подарок будем, блядь, у меня сын стих прочитал. Вообще-то мы просто не знали, что Варя так мог угадать. Ладно, нет, я же что. Варя. Ну, давай пока все, что на меня смотрит. Вот эту коробочку по центру. Конечно. Хорош. О, что-то легкое. Донорское сердце. Реши кому отдать. Это для Мили. Это осьминожек. Так здорово. Для коргу, для коргу. Да, для моей коргу. Тема домашних животных. Вот, во-первых, Варя. Счастливая хозяйка, да? Да, мамочка. Корги Миля, мамочка. Ты довольна своим решением? Она просто такая зебко-слабкая. А вы рожать планируете? Мама от меня требует детей. Но не от меня, а от собаки, реально. Она говорит, ну когда уже у нас Милечка будет рожать? Мне кажется, корги должны трусы носить. У них прям очень жопко. Блин, это офигенно. Чтоб внуков не просили, надо везти собаку, и вы чтоб от нее просили. Да. У тебя кот. А ты зачем кота-мальчика завела? Он кастрирован, он уже не может. Потому что ему не искалась невеста. Я всем говорю, давайте он приедет, вашу кошку трахнет. Они такие, все нет. Ну ты тоже так предлагаешь. У нас нет кошки. Здравствуйте, это Александра по поводу объявления на Авито. Мой кот может выебать вашу кошку. Мы выезжаем или нет? А дельфины, знаете, какие вонючки? Ой, это вообще дельфины там даже... А дельфины насилуют, да. Они еще, знаете, когда-то... Даже поплавать захотелось. Они окружают самку и могут на протяжении двух недель вот так ее типа не выпускать из этого штуки и насиловать тебя две недели. Ну у меня уже просто, знаешь, я должен сказать, ну чикатило тоже не очень было. Две недели кто-то... Наверное, все хуже и хуже. Две недели ты сказал? Ну да. Кто-то смотрел на это две недели, позволял этому случаться изо дня в день. Чувак просто там плывет. Две недели. Сванила Айс, реально дешевый. Все, погнали к вопросу. Люда, я в командировку. Погнали к вопросу. А, все, дайте Саше сказать. Спасибо, Варь, погнали к вопросу. Значит, тема «Домашние животные за вопрос комик, убедивший Варю, получает 4 балла». Пора уже мне заработать какие-то баллы. Значит, засчитывай. Филипп Киркоров, любитель животных. У него в доме живет много собак, кошки и даже голубя. Для того, чтобы проверить, набрать штат людей, Филипп проводит испытания, потому что не все достойны там работать. Что он делает? Сережа, ты готов версию свою озвучить? У Филиппа Бедросовича есть много животных. А ты его теперь тоже не слушай. Я выбираю Дениса. Вот, собственно, такая версия. Так, у него много животных. Много животных. У него там есть даже и птицы, и собаки, и кошки. В общем, вообще очень много. Я вообще сиперт не знала. Я тоже. Я только про детей. Вот. И у него есть зоопсихолог в штате. То есть человек, который работает с животными, если они там агрессивны, не агрессивны, в общем, как психологическую поддержку. Мне кажется, животные агрессивные. Да, на самом деле в комнате закрывается. Мне даже сказал женщину, которая с двух ног ударила. Вот. И он, по-моему, мне кажется, агрессивный. Вот так залетел. Как в рестнике. Про агрессию Филиппа. Мы же знаем, да, что он такой человек. И он очень странным способом... Нет, я не агрессивный. Проверяет вот так людей, которые берут на работу, вот этого зоопсихолога. Он спустил собак на него. То есть когда он пришел к нему, он на него спустил собак, чтобы посмотреть. Психолог такой, подождите. Поздравляю. Собаки, подождите. Попрощайся с призом. Да, вот чтобы проверить его на стрессоустойчивость и как он справится с этой ситуацией. Это все из-за вашего отца кобеля. Не надо на меня нападать. Вот так вот поступил Филипп. Ну, в это верится, на самом деле. Что, спустил собак, вы бы точно это знали. Это бы этот мэш Суперру не упустил бы никогда. Филипп Киркоров спускает собак. Русская игра в кальмара, знаешь. Во-первых, да, они не только что у него разорвали на части. Понятно, что они на тебя как бы подбегают, начинают лайк. Ну, прикиньте, у него шпицы. Филипп Киркоров уже рабочая почта разорвут на части, собака мэлтышка. Да, мы же не знаем, какая у него порода. Может, там шпицы. Не занимаюсь. Мопсы захоропели за у психолога Филиппа Киркорова. Болгарская борзая. Есть такая? Денис. Короче, у Филиппа Киркорова охуеть, что за дорогие собаки есть там. Охуеть, какой родословный. То есть это собаки, это первые собаки в своем роде. Ну, есть такие прям. И у него есть, короче, в том числе в коллекции есть Корги, которая принадлежала родственница вот тех Корги от Елизаветы Второй еще. Вот такая ситуация. Вот это известный факт. Ведь от Второй был Корги. Их было дофига. Да, и то есть это еще те родственники, и вот они теперь у Филиппа. И он нанимает, когда сиделку для собак и прочего, охранников и прочих, ну, таких вот. Охранник для собаки? Ну, да. Написано охранник. Я не знаю, как это называют. Ну, охранник, наверное. Угу. Вот. И у него простой тест, на самом деле, вполне логичный. То есть должен быть человек, который сможет догнать собаку в случае чего. Ну, то есть он мог же догнать Корги. Корги не так быстро бегают. Они очень быстро бегают. На своих маленьких. На своих собаке бежит человек в форме этого рэгби. Приказ по футболу, да? С усвоением. Женщина, которая против мужиков выгодила. Вот это. Ну, блядь. Ну, короче. Вот. Ему надо как-то, ну, хотя бы быть ловким, там, смелым-умелым. Джунгли его зовут. Да, да. То есть он проводит, как бы, соревнования. Полосу препятствий для... Партакиада, да, между человеком и Корги. То есть ты считаешь, а если собака нередкая и убежала, то это не так грустно. Ну, да, а что там? А еще, слушай, ну, он коллекционер. Это по нем видно? Это человек-коллекционер, который заботится о каких-то своих реликвиях, да? Собака в том числе. Это ценность для него. То есть она родственника собаки Елизаветы Второй. Это он, я думаю, он часто этим понтуется. Моей собаке подарили портрет в стиле королевы Елизаветы. Вот, тоже родственница, пожалуйста. Это вообще, можно же просто сказать, родственница и все. Они там все родственники, фактически. Варя, ты же говоришь, что быстро бегают, правильно? Очень быстро бегают королевы. И вот, мне кажется, в целом, нелогичный человек, скорее всего, не может развивать такую скорость, как собака. Это невозможно. Да нет, прошу за бред. Это во-первых, а во-вторых, если ты знаешь скорость бега собаки, то не обязательно прям проводить сериалин, ты просто понимаешь, ну, как бегает человек, типа... Да, прикинь, что у Киркорова Усейн Болт работает. Собака, она же не просто... Собака же, она не просто его топтала. Она же змейкой вот это все. Давай так, да, ну, у тебя есть собака? У тебя есть собака? У меня были собаки, да. И убежали. Ну, как, ты, конечно, не бегал? Кстати, одна реально убежала. Ну, короче, очень быстрые люди. Да, очень быстрые люди. Очень быстрые люди. Угу. Хантобежцы. Животные, у него их много. Да. Самое главное, сам понимаешь, что нужно, это правильное питание. Потому что, чтобы не было ни, во-первых, да, корма, наоборот, ни ожирения, ничего. Потому что там излишний вес для всех, даже для собак это плохо, там, для птичек тем более. То есть для них разработана специальная диета и питание. И когда он нанимал повара нового, он должен был готовить разработанное меню идеально, ну, то есть все правильно. И Филипп, понимаете, что... И Филипп это поел. Да. Реально? Реально проверял еду. Ну, то есть там, ты же понимаешь, когда какой там уровень еды. Я могу реальную историю сказать. Слушайте, король не пробует такое. Это сто процентов. У него есть специальный человек для собачьей еды. Вот ты говоришь, вот сейчас такой... А в первых, он, возможно, хочет это поесть, просто придумал за счет маску. Вот это для собаки еда, я бы попробовать. Если им этот паштет от Монш, они заметят... Мы бы узнали, если бы Филипп спустил на кого-то собак, но мы бы не узнали, что он ел собачью еду. Так нет, конечно, так это же повар. Подожди, собак спустите, это человека поели. Прикинь, выходит такой покусанный человек в меме, знаешь, такое. Да, валит прям съели. Если мы учитываем, что там корги и прочее, ну, спустил собак, это как? Что корги ему сделают? Просто под ноги, когда добежишься, подошу гороха. То есть ты изучаешь зачем-то версию гороха. Нет, они просто тебя задрачивают. Ну, просто ты, Валер, у тебя же есть собака, ты знаешь, Да я на него нет, нет, ты смотрел. Люди, которые... Он над таким аппетитом естся? Так люди, которые кормят собак натуральной едой, то есть не сухим кормом, это всегда сырая какая-то еда. Ты там какие-то кашки даешь, ты можешь попробовать? Тем более, это даже мог быть, знаешь, вот там у нас можно морковку, огурчик, все фаллическое, видимо. Диета странная в собаке. Не, ну, да, можно, ну, то есть, ну, как, это не основа рациона. Я готовил морковку, огурчик. Сырую просто. Ничего себе повар. А я вот нарезал, готово. А, блядь, бегать за собакой, это типа... 300 тысяч с вас. Подожди, ты бы вот смотри, у тебя, допустим, вот собака это твой ребенок, реально. Ты бы поставил на то, что ты, например, нанимаешь телохранителя, прикинь, это есть херкоров или там кто-то, нанимает телохранитель. Такой, так, вы будете следить за моими детьми? Ну, давай посмотрим, убежит он от тебя или нет. Вот в парке, если условно, за ним бежит просто мужик. Ну, да, так и есть. Ну, если от тебя убежал ребенок, за ним надо побежать. Не надо отпускать его. Да иди уже, все. Вернется, вернется. Да, да, да. Там должно быть... Бумеранг не просто так называют. На стадии до проблемы. Нет такого, что нанимаете телохранителя, типа, давай сейчас выстрелим человека, посмотрим, откачаешь или нет. Но ты уже передергиваешь. Я выбрала, я сделала выбор. Я уже передергиваю. Тут очевидно, вернется. Ну, если темно, это уже пиздец. Я выбираю версию Сережи. Да, но тут очевидно. Но это все равно пиздец. Давайте Сережа повторит свою версию. Спускает собак. У меня была версия такая, да, что он проверял на сердцеустойчивость зоопсихолога тем, что он спустил на него собак. Посмотрел, как он справился в этой ситуации. Вот смотри, ну что в этой логике не так? То есть вы такие спустите, если условно... Это мой выбор, Валер. Ты так думаешь, что они его убивают? Дело не в тебе, дело во мне. Надо учитывать, что это Кирокоров. Ему в голову вообще все что угодно может. Конечно. И еду попробовать. Ну, да сырую еду есть. Он может вообще выпустить на просто человека и сказать, а получается ты не зоопсихолог, и все. Так что, готово, да? Правильный ответ. Значит, Сережа получает 4 балла. О, наконец-то, наконец-то. Ну, повара. А давайте мы через все зафиксировались, это ни на что не влияет. Как вы думаете, какой правильный? Я хочу повара, чтобы я максимально пытался убедить, максимально. Я не знаю. Я думаю, мой правильный на самом деле. Ты пиздец везучий? Все правильно вытащил? Ну, блин, возможно, такое есть. Ну, на самом деле все похоже на правду, потому что довольно простые варианты. А почему ты выбрала? Ну, кстати, в королевскую это то, что родственники верятся. Вот я не знаю. То, что родственники верятся, человек верит. Это ценность, это реликвия для него. То есть ему надо как-то это защищать. Ну, не дай бог сорвется с поводка, что делать? Куда бежать? Ну, надо очень быстро бежать. Да люди вряд ли. Хотя бы не догонять, а хотя бы видеть, куда она бежит, и в это время бежать за ней. Хотя бы там где-то кому-то крикнуть. Задержите что-нибудь. Но если ты просто медленный человек, вот так она убежала, и все. Что за поводок должен быть, чтобы сорваться к корге? И просто из руки выпал поводок. Не бывало у тебя такого? Нифига себе. То есть просто надо нанять не пятилетнего ребенка? Догонишь. Что просто нанимает за миллиарды, можешь догнать его. Ну, стоял, курил, блядь, что-то зажигалку взял, выпало. Готовы? Да. Давайте, погнали. Значит, Сережа получает 4 балла. Читаю правильный ответ. Собаки Филиппа Киркорова являются дальними родственниками королевских собак. Я, блядь, поговорил, ну пожалуйста. Ну, у Филиппа в штате есть зоопсихолог для того, чтобы проверить, насколько он стрессовый стойчивый. При приеме Филипп спускает на него собаку. Блин, я уже испугал. Ух ты, Сашка, блядь, интриговано. Интриговано, да. Получается, он молодер, реально собак спускает. Сколько людей он убил? Да там Вану кипятил. Я почему-то все время представляю, что он на ней угрызывает. Там коргит. Понимаешь, спустить собак звучит, как что-то из фильма «Соддый день». Сейчас дайте, Варя, выберите приз. Да. Вот еще три. Вот можешь взять, на которой кошка сидит. То есть до этого кружка, а сейчас включает ламборджини просто. Давай. Вот эту выбираю. Давай, только открой ее так, чтобы все видели, а не в углу. Хорошо. Я хочу... Вдруг все-таки вуманайзер. Хочу, чтобы никто не видел. Ого, что же это? Это тоже для Мили нюхательный коврик. Но у нас уже такой есть. Я выберу другой подарок. А что же у нас здесь? Глянем. Нюхательный коврик, вдруг вуманайзер. Грецкие орехи. Карты с Гарри Поттером игральные. Давай мы завтра в поезде будем ехать, возьмем будем играть. Хорошо. Здорово! Классный подарок! Давай. У нас сейчас еще одна сложная задача для Варя. Так получилось, что у Сережи и у Дениса равное количество баллов. И сейчас мы должны убедить Варю, почему она должна выбрать именно вас в качестве победителя. Ну, начни. Во-первых, Дэну очень сильно повезло. Давайте за минуту. Попадали... А, нужно было одно слово? Не, за минуту. У него попадали все время правильные версии. И намного легче, конечно, играть, когда у тебя правильная версия. Когда тебе говорят, блядь, на тебя несутся американские футболисты. Ну, это очевидно сложно. Поэтому я очень сильно старался. Очень сильно хотел помочь Таня Гроттер. Просто я, видимо, не дочитал до этого, проклятого этого конца. Вот. Очень сильно. Я, если честно, я вообще из другой страны приехал. Надо мне вот освоиться у вас. Сережа, а какой у тебя там приз в коробочке? Я такой, как один день тебя вижу на работе по коридору, ты хочешь. Это вообще прекрасно. Там последняя книга про Таня Гроттер. Почитай. А какой у тебя приз? Скажи, за что ты борешься? Нож. Поэтому в любом случае при всему достанется. Я очень вкусно готовлю. И я вот себе захотел... Я готовлю. Я сейчас режу рукой. Бля, можно... Например, если бананы, то у меня получается. Например, когда говядина, я вообще сложности испытываю. Я тушу целиком. И мне нужен нож очень сильно. Я хочу резать. Если честно, что мы больше уже поженимся, типа, я такой хороший, я хочу готовить. Я так старался. Так же редко бывает, что мужчины готовят. Минута кончилась. Денис, у тебя минута, чтобы убедить Варю. Ну, я тебе как раз... Во-первых, просто напомню, что этот человек тебя уже сегодня подводил. Во-вторых, у меня отпариватель. У меня отпариватель домой. Женщина моя хочет гладить платье, а я никак не могу купить отпариватель. И он за хорошие деньги. Он за хорошие деньги. У меня дома женщина неглаженная сидит. Езжай гладь свою женщину. А у меня не кормленная. Ну и мне не попадали. Я не знал, что эти ответы правильные. То есть я тоже играл в эту игру. И сам удивлялся, когда они оказываются правильными. Понимаете, я просто... Вначале я где-то такой, ну, поиграем, ладно, хорошо. И в конце я такой, блин, ну, действительно, я могу. Разве ты разрушишь мою мечту? Разве ты... У меня там не себе. У меня там подарки деткам. Я их сразу отдам. Но ты не борешься. Ну, я не в этой так, как сказать, очень сильно отменяюсь. Так, значит, у нас нож и парниваться. Кстати, моя девушка твоя огромная фанатка. Ей было бы рада, если... Ну, я скажу, что ты подарила ей это. Баря, что так материализируешься? А я тебе приготовлю что-нибудь. У нас там голодная женщина. У доставки растут. Кто на кунилингу согласен? Так, у нас там, с одной стороны, голодная женщина, которая просто кусает зубами эти огромные куски, непорезанные. А сейчас я тебе набрал. Опять. Я замечу. И неглаженная женщина. Почему выбирать должна я? Я считаю, на трех. Раз. Вот здесь нож? Нет, давай... Два. Два будет ничья. Пусть они оба получат призы. Нет, тогда никто не получит. Тогда Сережа получает приз. Ого. Спасибо. Просто нож, блядь. Я бы отпаривал тебе нож. Просто нож. Я приготовил. Подождите. Можно это точно тоже было выиграть? Потому что Саша сначала сказал, что это шоу в уме не убеждать. Как нахуй отпаривать? Как можно нож выбрать? Ну, у него смешная шутка была про то, что он режет рукой. Ну, правда. Ну, я считаю, что мы в одном офисе... Отписывайся нахуй от нее. А можешь, Сереж, пожалуйста, достать нож и показать то, что... Не надо, не показывай. Давайте я вам обещаю, что я приготовлю что-нибудь вкусное, и перенесу вам. Да, и принесешь в офис, да. Согласуем день. Это было шоу «Вопрос на доверие». Меня зовут Саша Муратов. Всем вам, спасибо большое, что вы пришли. Всем спасибо, что смотрели. Варя, спасибо. Парни, спасибо. Всем пока.